В 2015 году мы работаем с институтом, сегодня они называются Национальный Центр Зерна имени Мурия Минга, по договорам. Соответственно, выплачиваем в ролике, все на законных основаниях, 5% стоимости реализованных семян. По прошлому году мы реализовали 6020 тонн, подготовили семян 8500 тонн, но некоторые сорта были как бы невостребованы, в том числе Гром, у нас осталась Классика, Бумба и частично Тебрязевская 150. В этом году мы уже имеем заявки на 6000 тонн, уже имеем заявки. И перед собой мы ставили задачу, что семеноводство мы доведем до 10 тысяч тонн. Для этого сделали инвестиции, около 40 миллионов рублей мы потратили на переоборудование семьячистительной техники в нашем хозяйстве. И это будет, ну как нам обещают, при поддержке государства. 50% наших затрат должны вознести. На сегодня у нас посеяно 2445 гектаров у нас занимают семенные посевы. Это почти 30%, 29,6% нашего земного крема. Там размещены 11 сортов мягкой пшеницы и 3 сорта твердой пшеницы. Ну кроме того, мы сеем демонстрационные посевы. Это в первую очередь мы не только вам рекламируем, а как говорит наш технолог, мы смотрим, какие сорта надо идти в первую очередь нам. Ну попутно это и предлагаем вам, чтобы и вы посмотрели. Ну что нам остается? Я желаю вам всем успеха, удачи и цены. А урожай делает каждый сам. И Бог нам поможет. Спасибо. Встречаемся здесь на территории, на землях ООО имени Кирова. Это очень приятно. Это одно из наших надежных, базовых предприятий по семеноводству. Причем, надо сказать, семена качественные, семена востребованные и тех сортов, которые именно призваны обеспечить высокий урожай здесь, в вашей зоне. Мы здесь представляем национальный центр зерна под руководством академика Беспаловой Людмилы Андреевны. Вот, передаем вам огромный привет от нее. Она бывала здесь у вас на полях ООО имени Кирова. 113 сортов у нас сейчас в государственном реестре. Это именно по виду пшеница. Из них 5 сортов это яровые и 5 шарозерной пшеницы. Мы ведем семеноводство в целом где-то в районе 85 сортов ежегодно у нас на полях НСЗ имени Лукьяненко. И, конечно же, такие вот хозяйства, как ООО имени Кирова, это наши надежные партнеры для размножения новейших сортов и внедрения их в производство. Ну и новинка, наш сорт Песня. Это не только высокоурожайный сорт, он еще и высококачественный. По качественным и мукомольным качествам зерна он внесен в реестр как сильная пшеница. Содержание белка просто баснословно, 15,9, клейковины 33. Этот сорт хорошо показывает по такому предшественнику себя как подсолнечник, не снижая качество зерна. Потенциальная урожайность очень высокая, за годы изучения в нашем институте по четырем предшественникам была получена урожайность больше 90 центнеров с гектара. Очень крупнозерное зерно, масса 1044,6 грамма, натурное зерно 814 грамм на литр, устойчив к полигонию, перестою на корню и плюс очень хорошо вымолачивается. Этот сорт был районирован уже в 2023 году по пятому и шестому регионам. То есть довольно-таки широкое районирование, центральная черноземная, повышенная зимоморозостойкость и еще очень замечательно, по фузыриозу устойчивый, да? По фузыриозу и по твердой головне устойчивость имеет. Высевается на высокий агрофон, допускается по кукурузе на зерно. Сорт крупноколосый многоцветковый. Кто помнит сорт вассу? Помните, да? Конечно. Мы страшно было сказать, мы запрещали ее в Ростовской области. Не надо ее сеять, люди все равно сеяли. Зимостойко слабая? У нее была слабая зимостойкость. Чего не скажешь о сорте кольчуга. Скрещивание третикально-пшеничное. В жилах этого сорта течет кровь, ржи через третикальный мостик. Более высокая зимо-морозостойкость. Крупноколосость от сорта вассы. Очень красивый сорт. Такое впечатление, что настоящий полукарлик, что колосья прям растут из земли. Мощное растение, устойчивое к полиганию. Вы помните, у сорта васса была прочная соломина. Вот такая же прочная короткостебельная соломина. И у сорта кольчуга. Устойчиво к полиганию. Сорт для высоких агрофонов. Устойчив к бурой ржавчине. Имеет хорошую устойчивость к желтой ржавчине. Если мы его смотрели, Алексеевич, и вы видели, какое там второе междоузлие, то вы видите здесь, насколько он устойчив, какое у него короткое междоузлие. Вы видите, да? Вот второе междоузлие. И какое у Алексеевича. Мы продолжаем смотреть сорта группы зимостойких. Сорт агрофаг 100. Он назван в честь столетия факультета. Этот сорт средне-поздний, полукарлик, устойчив к листовым болезням. Но у него также недостаток, он восприимчив к фузариозу колоса. Его нежелательно сеять по предшественнику кукурузы на зерно. Сеять его нужно в оптимальные сроки посева. С нормой высева 4-5 миллионов схожих семян на гектар. Этот сорт районирован по пятому-шестому региону с 2022 года. Какой у них показатель? Еще пока нет. По урожайности. По урожайности это высокопродуктивный. Урожайность максимально более 100 центнеров с гектара была. По предшественнику занятой пар. Это в конкурсных сортоиспытаниях. А то сильная пшеница занесена. Содержание? По белку. По белку это 14 содержания белка и 28-29 содержания клейковина. А масса тысячи? Масса тысячи тоже 40-42 грамма. В базе ООО имени Кирова, Печеноковский район, Красная Поляна проведен День поля Кирова 2023. И я считаю, что хочу поблагодарить наших партнеров, наших коллег, просто заинтересованных лиц, представителей института, которые посетили и пообщались с нашими партнерами, с нашими клиентами, рассказали о новых перспективных сортах, подтвердили знания, полученные в процессе производства более известных сортов. Считаю, что сегодня у нас прошла дружественная встреча в такой теплой, уютной атмосфере, в режиме диалога. То есть заинтересованные, не знающие люди получили ответы на свои вопросы, просто увидели друг друга, пожелали хороших урожаев. И наши коллеги-партнеры убедились в том, что мы, как передовое семеноводческое хозяйство, как и в предыдущие годы, предлагаем лучшие достижения кубанской селекции на высоком агрофоне, на лучшие семена. У нас имеется такой в хозяйстве, прибор Инфротек. Это инновационный, скажем, такой прибор, который на сегодняшний день стоит 11 тысяч евро. Ну, как бы, он очень помогает в полевых условиях определять качество. Нам не нужно делать неконтрольные закосы, как бы определение качеств. Достаточно двух колосьев. Что мы делаем? Мы срываем два колоса, ну, чтобы вы понимали, это все вышелушим. Ну, это делается как, вот так, на кондачке. Небольшую погрешность дают чешуйки, ну, они, как бы, немножко протеин понижают. Это уже проверено. Мы на это не обращаем внимания. Берется 2,5 миллилитра в объеме зерна. На приборе устанавливается подготовка к измерению. Пшеница у меня уже здесь установлена. Ставим подготовка к измерению. Так, загрузите образец. Загружаем образец. И что мы имеем? Закрываем. В течение двух минут, можно сказать, мы получаем качество 15,13 протеин. 15,13 протеин на сорте еланчик. Влажность 12,5%. Здесь еще имеются у нас самые показатели углеводы 82%. И масличность это показатель жира. И вот, наконец, долгожданные результаты пришли. И тройка лидеров. Победа, Аграфак и Ахмат. 86,4. Аграфак 84,8. И Ахмат 82,2. Центрер на гектарах. Субтитры сделал DimaTorzok